Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 14 января. Поехали! Землетрясение магнитудой 6,2 потрясло западной Сулавеси, Индонезия. В агентстве метрологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло в 13.35 по местному времени. Известно, что землетрясение повредило ряд жилых домов и общественных объектов, а также вызвало несколько оползней и камнепадов. Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара на стыке трех литосферных плит. Отмечается, что очаг землетрясения располагался на глубине 30 км на острове Сулавеси и в 35 км от местного административного центра города Мумуджу. По последней информации известно, что ряд зданий были частично разрушены и повреждены. Проводится оценка нанесенного ущерба. Пока не сообщается о пострадавших или раненых, информация постоянно обновляется. Сильный шторм обрушился на северо-запад США. Ветер оставил без света более 600 тысяч домов в штате Орегон и Вашингтон. Десятки тысяч зданий лишились электроснабжения в штатах Монтана и Айдаха. В городе Спакан штата Вашингтон погибла женщина на машину, которой упало дерево. В другом инциденте пострадавшую из-за поврежденного деревом дома доставили в больницу. В штате Орегон проливные дожди привели к сходу селевых потоков. У населенного пункта Додсон округа Малтона под сель попал автомобиль местной женщины, она пропала без вести. Спасатели проводят поисковые работы в сложных условиях. В некоторых местах слой грязи достигает больше трех метров. Песчаная буря обрушилась на городок Агенис, который расположен на северо-западе ЮАР. Местные жители сняли на видео и фото, как стена пыли достигла населенного пункта, после чего на него обрушился ливень. Буря из пыли и песка густой стеной подошла к жилым районам и буквально поглотила их. К счастью, после того как буря утихла, ей на смену пришел сильный ливень, который помог очистить городские улицы от песка и освежить воздух. Сильный снегопад с метелью и впорывами ветра от 12 до 17 метров в секунду начался в Москве в ночь на 14 января. По прогнозам синоптиков к утру в регионе может выпасть свыше 20% месячной нормы осадков. В январе она составляет 42 мм. По столице также распространено экстренное предупреждение. Автомобилистов призывали снижать скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов и перестроений, а также не парковать свои машины близ деревьев. Росгидромет прогнозирует снег местами сильный. Метель гололедится, усиление ветра до 20 метров в секунду. Пешеходам рекомендовали избегать шатких рекламных конструкций и не прятаться от непогоды под деревьями. Снегопад и метель привели к всплеску ДТП в Липецке. Из-за непогоды движение было затруднено по многим улицам Липецка. Тем не менее, как сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России Липецкой области, метель и снегопад привели к всплеску ДТП. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 29 аварий с механическими повреждениями транспорта. 25 машин обработали дороги противогололедными материалами, спецтехника убирала снег. В ночную смену отработало 70 единиц спецтехники. Рано же утром дороги повторно обработали противогололедными смесями. С дорог вывезли более 300 кубометров снега. На месте схода двух оползней в округе Сумиданг индонезийской провинции Западная Ява найдены тела 21 человека и еще 19 числятся пропавшими без вести. В среду индонезийские спасатели продолжали искать выживших после оползней в выходные, вызванных проливными дождями. Первый оползень произошел в субботу вечером, за которым спустя несколько часов последовал и второй накрыв спасателей. Число погибших почти удвоилось по сравнению с 11 смертельными случаями, о которых сообщалось в воскресенье. По словам представителя службы спасения Бандунга, среди пропавших без вести также есть и дети. Смертельные оползни и внезапные наводнения распространены по всему индонезийскому архипелагу, особенно во время сезона дождей. Сильнейшие наводнения продолжаются в южном Калимонтане, Индонезия. От наводнения пострадало 38 глав семей в поселке Туху, деревня Ломбакарья. В результате наводнения их деревня оказалась практически полностью изолированной. Передвижение возможно только на лодках. На данный момент продолжается эвакуация населения, а также ведутся поиски пропавших без вести. Известно о трех погибших и о десятерых человек, которые пропали без вести. Уровень поводка в некоторых районах превысил отметку в 3 метра. Катастрофический уровень поводка привел к гибели животных. В ближайшие дни прогнозируются ливневые осадки, что может еще более усугубить данную ситуацию. Система низкого давления принесла снежные бури и ледяные дожди в некоторые районы канадских прерий. В Соскачиване и Альберте были обновлены январьские рекорды снега. В то время как в западной части Соскачивана наблюдался сильный снегопад, его в восточных регионах прошел ледяной дождь. На многих районах Соскачивана и Альберте оказались непроходимыми дороги. В городе Киндерсли было зафиксировано 47,6 см снежного покрова, в результате чего был установлен новый 48-часовой рекорд снегопада. Зимний шторм сопровождался сильными порывами ветра до 120 км в час, в результате которого по городу отмечены падения деревьев, а также отмечаются сорванные крыши. Ледяной дождь сковал дороги льдом, что сильно усложнило передвижение как на трассах, так и на городских дорогах. Образовавшийся из-за длительных дождей оползень стал причиной обвала части автодороги в Сочи. Инцидент произошел на улице Транспортной. Из-за обильных дождей обрушилась часть дороги, которая ведет к торговой базе. В то время на трассе находился грузовик, принадлежащий торговому предприятию, который ушел вниз вместе с грунтом. Данная дорога не предназначена для общего пользования. Также власти сообщили, что в результате обрушения пострадавших нет. Сильный снегопад, который обрушился на английский Йокшир, спровоцировал транспортный коллапс. Обильное выпадение снега за последние 8 часов привело к образованию пробок на дорогах, а также трассах. Из-за гололеда и плохой видимости в городе резко выросло количество ДТП. Проблемы в транспортном движении наблюдались как в черте города, так и за ним. В результате транспортных происшествий пострадало 3 человека, которые получили травмы средней степени тяжести. Власти призывают граждан временно воздержаться от поездок на своих автомобилях. За сутки на Земле произошло 175 землетрясений магнитудой от 2,0 до 6,2. Землетрясения магнитудой равной 5 или более произошли в Индонезии, а также в Греции. Ну и конечно же минутка позитива на канале. На территории Турции есть огромное количество прекрасных мест и белоснежный рай Памуккале однозначно в числе главных из них, ведь природная красота этой достопримечательности превосходит все ожидания. В переводе с турецкого Памуккале означает замок из хлопка. И в действительности она очень похожа на огромную гору из хлопка или сказочный белоснежный замок, сверкающий на солнце. На самом же деле это гора из известняка. По ее склонам каскадами сбегают вниз небольшие бассейны, наполненные теплой минеральной водой. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо вам за внимание и до завтра.